Девушки отдыхают Горбачеву сообщил о том, что договор о сокращении ракет средней и малой дальности будет заключен лишь в случае, если в него будет включен комплекс АК. Пришло секретное письмо, в котором написано уничтожение оперативно-тактических ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5500 километров. И вдруг внизу АК. На каком основании? Она 100 километров недотягивает. Вот здесь и начались выворачивать мне руки. Желание американцев ликвидировать АК было понятно. Комплекс был оснащен первой в мире ракетой-невидимкой, способной преодолевать любую противоракетную оборону. Они провели исследование и оказалось, что в случае применения АК, она держала под прицелом всю Европу. И для того, чтобы обеспечить защиту Европы, нужно было огромное количество, 150-200 миллиардов долларов. Понимая, что решение о ликвидации АК будет воспринято крайне негативно руководством советских вооруженных сил, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приказал произвести пуск АК на указанной договоре 500 километров. Я приехал домой, это было около 8 вечера, собрал всех своих ребят и написал окончательные шифровки. В адресе, что я как главный конструктор запрещаю. Без санкции главного конструктора произвести пуск никто не решился. И все же АК была ликвидирована. Но американцы просчитались. В Коломенском КВ машиностроения был создан комплекс «Искандер-Э», вобравший лучшие качества уничтоженной АК. «Искандер» невидим для радаров противника и от него нет защиты. Знаменитую ракету-невидимку АК сегодня можно увидеть только в Центральном музее вооруженных сил. Но именно она послужила прообразом самого грозного современного комплекса российской армии «Искандер». АК и еще более 20 образцов уникального вооружения были разработаны в Коломенском КВ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого. Он первым сумел вооружить простого солдата ручными ракетами для уничтожения танков и самолетов. Сегодня мы расскажем о жизни секретного конструктора, за фотографию которого в годы Холодной войны ЦРУ было готово выложить огромную сумму. Непобедимое оружие В июне 1938 года на Курском вокзале Москвы появился странный парень в тапочках, другой обуви у него не было. В подкладке его пиджака были зашиты 30 рублей, которых едва хватило бы, чтобы прокормиться в столице месяц. Несмотря на простоватый вид карманники, которыми славился Курский вокзал, остереглись связываться с ним. Такими, как у него ручищами, легко сворачивались сколы. Фамилия у меня очень громкая, непобедимый, и производит она от прозвища. Мой прадед обладал необыкновенной силой. Ну, там часто были кулачные бои. И он занимал одно из ведущих мест, и прозвали непобедный. И эта фамилия трансформировалась в непобедимый. Путь до московского механика машиностроительного института имени Баумана Сергей Непобедимый прошел пешком. А затем с блеском сдал экзамены в один из самых престижных вузов страны. Мне удалось поступить. Из 36 человек поступило четверо. Учеба на кафедре артиллерийских боеприпасов была очень интересной. Но мирная жизнь внезапно оборвалась. 30 июля 41-го после очередного прорыва немецких танков студентов Бауманки отправили под Ельну на строительство укреплений. Там Сергей Непобедимый едва не погиб во время авианалета. Танки и самолеты станут для Сергея Непобедимого личными врагами. Большую часть своей конструкторской жизни он потратит на то, чтобы дать солдатам оружие против этих грозных машин. В 1945 году после окончания института Сергея Непобедимого пригласил на работу Борис Шавырин, возглавлявший Коломенское КБ минометный технику. Он поручил молодому инженеру сделать отчет об опыте применения ракетного оружия во Второй мировой войне. Подготовка к этому докладу неожиданно изменила личную судьбу конструктора. В заводской библиотеке Сергей Непобедимый познакомился с девушкой Лорой. Они долго встречались, но она отказывалась не только выйти за него замуж, но даже называть свою фамилию. Говорила, что не хочет портить ему биографию. Лишь случайно он узнал, что отец Лоры, Иван Кувшинов, был осужден в 1937 году за вредительство. И хотя впоследствии его освободили, он продолжал оставаться на учете в НКВД. Непобедимый пришел к Кувшинову и заявил, что женится на его дочери будет на то родительское благословение или нет. Лора стала его единственной любовью и самым верным другом на всю жизнь. 20 мая 1956 года в Советском Союзе успешно испытали первую в мире термоядерную авиабомбу. Население США охватило паник. Дежурные из числа добровольцев напряженно всматривались в небо, ожидая, что вот-вот появятся советские бомбардировщики. Конфиденциально. 12 мая 1956 года. Вашингтон. Президенту США Дуайту Эзенхауэру. Следование доктрине массированного возмездия подвергает нас опасности глобальной ядерной войны. Нам нужна новая концепция гибкого реагирования, которая должна ориентироваться на ведение войны на ограниченном театре военных действий, прежде всего европейском, с дозированным применением ядерного оружия. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Максвелл Тейлор. Главной наступательной силой войск НАТО, согласно новой стратегии, стали танки, малоуязвимые для ядерного оружия. В 1956 году Коломенское КБ машиностроения приступило к созданию противотанкового управляемого ракетного снаряда «Шмель». В отличие от Шавырина, Сергей Непобедимый считал, что из-за отсутствия опыта проектирования ракетных систем нужно скопировать зарубежный аналог – французский комплекс СС-10, улучшив его характеристики. Наше дело везде рисковое. Мы не знаем, что, как, чего может получиться. Ну, поэтому, если ты боишься, то не бери за это дело. Не лезь в драку, если ты не в состоянии драться. За свою нравность Борис Шавырин посадил Непобедимого под рабочий арест, запретив общаться с другими сотрудниками. Но постепенно варианты, предложенные Шавыриным, зашли в тупик, и он, скрипя сердце, дал проекту Непобедимого зеленый свет. В 1960 году комплекс «Шмель» продемонстрировали главе СССР Никите Хрущеву. Артиллерия промазала по макетам танка, а мы очень хорошо сработали. И он настолько был доволен и кричит, кто тут шмель. И подошел, значит, Шавырин Борис Иванович и главный конструктор системы управления Перси Зеной Моисеевич. И он побещал тогда уже Ленинскую премию. Возвращаясь к Коломну, Шавырин пригласил Непобедимого в ресторан и неожиданно предложил стать его заместителем по новой технике. Сергей Павлович сразу включился в работу над созданием принципиально нового в Турсо «Малюрка», не имевшего зарубежных аналогов. Мы взяли, выбросили из ракеты все, что можно сделать многоразовым. Пустили на землю. Источники питания, приемно-усилительные устройства и ряд других. В начале 60-х годов отношения между США и СССР на некоторое время потеплели. Это не понравилось китайскому лидеру Мао Цзэдуну, обвинившему советское руководство в сговоре с империалистами. КНР прекратила все поставки сырья в СССР, включая знаменитый китайский шелк. Это едва не привело к срыву производства малютки. ПТУРС управлялся по кабелю, который сматывался с ракеты, как нитка со шпульки. Но толщина-то его 0,62 мм, три жилы медные. И как сделать, чтобы при натяжении жилы не рвались? Пришлось использовать чистый шелк. Казалось, что найти замену китайскому шелку несложно. В начале 60-х годов шелковая ткань с ярким рисунком вошла в моду. Появился даже девиз-лозунг «Каждой советской женщине по красивому платку». Но отечественная нить оказалась грубее, толще и менее прочной. Решение проблемы было найдено неожиданно. Во время официального приема на высокопоставленном чиновнике, вернувшемся из США, Сергей Непобедимый увидел рубашку из искусственной ткани, напоминавшей китайский шелк. Он уговорил продать заграничную сорочку. Материал, названный позже «Лавсан», идеально подходил для обмотки микрокабеля. Первый переносной противотанковый комплекс был спасен. А советские граждане стали щеголять в нарядной лавсановой одежде. «Лавсан». Он не уступает шерсти. Изделия из него не мнутся, не подвергаются химическому воздействию, изящны и стоят в два раза дешевле шерстяных. В 1963 году противотанковый управляемый ракетный снаряд «Малютка» был принят на вооружение. «Малютка» участвовала в десятках конфликтах и везде зарекомендовала себя, как простое и надежное оружие. В Египте, когда основные части, основные силы были направлены на главные направления отражения удара израильских войск, крестьянина взяли, дали ему 10 вот таких «Малюток» и ушли. Танки израильские хорошо были прослушивались на большом расстоянии. Потом вдруг слышим, нет никакого ни движения, ни шума танков. Приехали туда, смотрим, этот крестьянин хлопает в ладоши, вот прям буквально хлопает в ладоши, и показывает, вдалеке стоит 6 подбитых израильских танков. Кроме переносного варианта «Малютки», был создан самоходный противотанковый комплекс. Размещение «Малютки» на винтокрылых машинах привело к созданию нового класса боевой техники – ударных вертолетов. После «Малютки» в КБ «Машиностроение» была разработана первая в мире сверхзвуковая противотанковая ракета «Штурм», а затем еще более совершенная атака. Сегодня ими оснащены самые грозные российские ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник». В 2004 году на вооружение поступил противотанковый самоходный комплекс «Ризантема», который специалисты называют оружием будущего. Начиная с 1916 года, танки более полувека царили на поле боя. В 1963 году непобедимый, создав «Малютку», положил этому господству конец. Теперь каждый солдат мог уничтожить одним выстрелом любой танк стоимостью около полумиллиона долларов, даже не попадая в зону его поражения. При этом ракета «Малютка» стоила всего 500 рублей. Одна беда – стрелять из нее можно было только если цель была видна. Комплекс «Хризантема» устранил и этот недостаток. Благодаря радиолокационной системе наведения он одинаково эффективен в любое время суток и при любой погоде. Кроме того, «Хризантема» способна одновременно вести огонь по двум целям. Подобного не может ни один противотанковый комплекс в мире. В 1965 году скончался Борис Шавырин. Дмитрий Устинов, знавший непобедимого по работе над «Малюткой», поручил ему выступить на похоронах великого конструктора. В соответствии с негласным чиновным протоколом, это означало, что непобедимый стал преемником Шавырина. Ему предстояло до конца воплотить свою мечту и дать солдатам оружие против авиации. 5 июня 1967 года, в 8 часов 12 минут, в воздух поднялись около 40 израильских самолетов. Они шли над морем, почти касаясь крыльями волн. Из-за малой высоты египетские радары не заметили приближающуюся угрозу. За один день авиация Египта перестала существовать. Секретно. 30 ноября 1967 года. Москва. Министру иностранных дел СССР Андрею Громыко. В египетском руководстве многие открыто говорят, что Советский Союз предал их, продав устаревшее оружие. Особенно это касается зенитно-ракетных комплексов С-75, малоэффективных против израильской авиации, действующей на малых высотах. Чрезвычайный полномочный посол СССР в Арабской республике Египет Владимир Виноградов. Сегодня Египет – рай для туристов. Но в 60-х годах эта страна стала камнем преткновения интересов крупнейших мировых держав. Считалось, кто контролирует Египет, контролирует весь Ближний Восток. Поэтому сразу после поражения египтян в шестидневной войне 1967 года Брежнев созвал совещание Совета обороны. Узнав, что средств борьбы с низколетящими самолетами нет даже в советской армии, он приказал наказать всех конструкторов, причастных к провалам. Дмитрий Устинов попытался разрядить обстановку, сказав, что Сергей Непобедимый сможет исправить положение и создаст подобный комплекс всего за два года. В конце 60-х идея создания носимого ракетного комплекса выглядела фантастикой, достойной Голливуда. В то время зенитные ракеты, например, С-125, весили больше двух с половиной тонн. Добавьте сюда два радара, командный пункт и вспомогательные машины. Поэтому военные отказались финансировать создание ПЗРК. Но Устинов верил в талант Сергея Непобедимого. Он на свой страх и риск выделил нужные средства. Сразу после совещания у Брежнева Непобедимый со своими ближайшими помощниками улетел на Донгузский полигон в Оренбургские степи. Эта командировка затянулась на долгих два года. В 1968 году у жены Непобедимого Лоры из-за тяжело переживаемой разлуки случился инфаркт. Но Устинов не отпустил конструктора с полигона. Он мне сказал, ты ничем помочь не можешь, а я тебе гарантирую, все, что можно, мы все сделаем. Лору поместили в правительственную кремлевскую больницу и даже установили телефон. Подобной привилегией тогда удостаивались не все секретари ЦК. Каждый вечер после работы Непобедимый спешил к заветной трубке, чтобы поговорить с женой. Самая отличительная черта его была то, что, во-первых, он был по жизни однолюб и в семье, и в работе. 12 сентября 1969 года 10 израильских фантомов на малой высоте самоуверенно пересекли Суадский канал и полетели вглубь территории Египта. На базу возвратились лишь 4 машины. Так состоялось боевое крещение первого отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2». Переносной зенитно-ракетный комплекс – это очень мобильный комплекс. Ну, так как и стрелок, и тот же гранатометчик, он выстрелил, забыл и сразу переместился в другое место. С появлением «Стрелы-2» у простого солдата появилась возможность сбить самолет. Комплекс обладает высокой мобильностью и может быть использован для стрельбы по воздушным целям с любых подвижных средств. Стрелок-зенитчик должен уметь с ним обращаться и принимать правильные решения в сложной воздушной обстановке. Попал. Сегодня в Коломенском КБ машиностроения создано уже четвертое поколение переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Игла-С». Совершая марш, появляется воздушный противник, нужно принимать решение на обстрел цели. Причем стрелок-зенитчик может принять решение на обстрел цели самостоятельно. В комплексе существует наземный радиозапросчик, который позволяет определить тип принадлежности цели. Если цель отвечает, что свой самолет, пуск блокируется. От «Иглы-С» не спасают тепловые ловушки. При попадании в цель ракета проникает внутрь корпуса и лишь затем взрывается. На этих уникальных кадрах вы можете видеть, каким разрушением это приводит. Кроме того, в новом комплексе предусмотрен дистанционный взрыватель, который позволяет поражать самолеты и вертолеты без прямого попадания. По оценке специалистов, «Игла-С» превосходит все западные аналоги, включая знаменитый «Стингер». В 1969 году, после принятия ПЗРК «Стрела-2» на вооружение, Сергей Непобедимый наконец получил отпуск на целых 30 дней. Лора, еще очень слабая после болезни, никуда не захотела уезжать из Москвы. И он, решив доставить ей удовольствие, накупил билетов в Малый театр на каждый вечер. Натурально вы, сплетники городские! Пойду искать по свету, где оскорбленному ящу в ствуголок. Калет у меня! Калет! 30 дней отпуска пролетели незаметно. Непобедимому нужно было возвращаться к работе. Перед его коллективом вновь поставили задачу государственной важности. Совершенно секретно. 12 декабря 1972 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, маршалу Советского Союза Виктору Куликову. В ФРГ прибыли американские оперативно-тактические ракетные комплексы «ЛАНС». Предусмотрено оснащение ракет как обычными, так и ядерными зарядами. Так как время полета «ЛАНС» всего 200 секунд, возможности оперативно обнаружить и сбить ракету нет. Командующий группой советских войск в Германии генерал армии Семен Куркоткин. Появление в Европе ракет «ЛАНС» ознаменовало новый этап противостояния между сверхдержавами. Главная роль по уничтожению военных целей в вероятных войнах отводилась к высокоточному оружию. Советское правительство срочно поставило задачу создать высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка». Проведение испытаний этого комплекса началось с чрезвычайного происшествия. Ночью в степи столкнулись пусковая и заряжающая машины с тремя боевыми ракетами. А испытания очень жесткие по срокам. И поэтому предложение некоторых товарищей взорвать обе машины, они, конечно, были бы самые простые в исполнении, но самые непригодные с точки зрения проведения испытаний. Мы бы лишились этих машин. Поэтому все-таки аккуратно ракеты были сняты с этих машин. Машины потом отправились на ремонт, восстановились, и все, испытания продолжались. В 1976 году испытания «Точки» были закончены. Она стала первым образцом высокоточного оружия сукопутных войск. Сегодня на вооружении российской армии стоит улучшенная модификация комплекса «Точка-У». «Точка-У» способна поражать цели за 120 километров с точностью до 50 метров. При подлёте к цели ракета словно клюёт носом, обеспечивая самый эффективный угол встречи с целью. Для увеличения площади поражения подрыв заряда происходит на высоте 20 метров. Для прицеливания используются цифровые карты местности, полученные от космических и воздушных средств разведки. Подъём ракеты из боевой машины происходит за 20 секунд до старта, что обеспечивает скрытность подготовки удара. Через 15 минут после пуска установка покидает позицию. Секрет успеха непобедимого во многом заключался в его вере в молодых специалистов. Каждый год из ведущих вузов страны в Коломенское КБ приходило около сотни человек. У многих из них, как, например, нынешнего начальника и главного конструктора КБМ Валерия Кашина, он отбирал лично. И в ряде случаев он своим авторитетом, своим влиянием, что ли, прикрывал или давал жизнь тем, может быть, немножко безумным идеям и безумным направлениям, которые выдвигали молодые. При нём родилось направление, которое называется «Активной защитой». Это было совершенно необычно для нашего предприятия направление. В середине 70-х годов высокоточное оружие и противотанковые ракетные комплексы оказались настолько эффективными, что встал вопрос о существовании танков как вида вооружения. Танк боролся за счёт изменений формы брони, там, всё прочее, качества и так далее, размеров. Но это недостаточно. Сотрудники КБМ предложили не дожидаться, пока противотанковая ракета или снаряд ударит в танк, а сбивать их на подлёте. Идея казалась абсурдной. Достаточно вспомнить, как выглядят армейские противоракетные комплексы. Мощный радар, командный пункт, пусковые установки. Но непобедимый всё равно поддержал своих конструкторов. В результате появился уникальный комплекс активной защиты танков «Арена». Несколько лет назад американцы объездили весь мир и не нашли лучше, чем наше изделие. За сведениями о комплексе «Арена» западные разведки вели настоящую охоту. Вы видите кадры оперативной съёмки, сделанные сотрудниками ФСБ. Камера лицом. Что находится в сумке? Бумаги. Какие? Внутри целлофанового пакета. Какие-то технические документы. Комплекс 9К720. Инструкция по эксплуатации, часть третья. Эти события произошли в 90-х годах. В то время в России получили особую популярность копировальные аппараты фирмы «Ксерокс». Они были настолько массовыми, что стали названием всех подобных устройств. Именно «Ксероксы» натолкнули преступников на мысль, как превратить секретные бумаги в несекретные. Сделав ксерокопию, они замазывали гриф и затем снова копировали. После этого документ выглядел чистым. Выяснилось, что годом раньше эта группа продала американскому разведчику документацию по комплексу «Арена». К счастью, она была неполной. Так что Россия по-прежнему является единственным обладателем уникальной технологии защиты бронетехники. С помощью компьютерной анимации вы видите, как работает «Арена». За 50 метров РЛС обнаруживает подлетающую ракету. Бортовой компьютер выбирает один из боевых элементов, расположенных на башне, и рассчитывает параметры пуска. Защитный боеприпас выстреливает навстречу снаряду пучок поражающих элементов. Все эти действия проходят с невероятной скоростью. Только замедлив съемку в тысячу раз, процесс уничтожения подлетающего снаряда можно увидеть. В 1980 году по европейским странам прокатились массовые демонстрации против размещения американских ракет средней дальности «Першинг-2». Но правительства Великобритании и ФРГ остались непреклонны. Всего через 10 минут «Першинги» могли внезапно обрушиться на советские военные объекты вплоть до Урала. Это было идеальное оружие, принятое в конце 70-х годов в концепции ограниченной ядерной войны. Конфиденциально. 20 ноября 1980 года. Вашингтон. Президенту США Рональду Рейгану. Концепция ограниченной ядерной войны исходит из того, что в случае возникновения конфликта список целей можно ограничить военно-промышленной и транспортной инфраструктурой. Города должны оставаться в заложниках для того, чтобы не допустить ответного удара по территории США. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джеймс Шлессингер. Американцы обещали европейским правительствам, что в случае конфликта с помощью новейших ЗРК «Патриот» смогут защитить Европу от ответного удара советских ракет. Чтобы восстановить стратегический паритет, Дмитрий Устинов вновь обратился к непобедимому. Дмитрий Федорович стал министром обороны. Я постеснялся, значит, как раньше часто звонить. И вдруг разговаривался, я сказал, ты почему мне не звонишь? Я говорю, я стесняюсь. Ну вот, чтоб ты не стеснялся, значит, вот тебе три дня, подготовься и приезжай ко мне. Устинова интересовала работа над новым армейским оперативно-тактическим ракетным комплексом АК. Этот комплекс был уникален тем, что впервые в практике нашего государства, значит, была поставлена задача создать ракету, которая была бы, обладала бы минимальной радиозаметностью, для того, чтобы могла преодолевать противоракетную оборону противника. Теперь это модно называть технологией стелс. Вот, тогда мы это слово еще не знали, но понимали, что от нас требуется. В 1980 году начались государственные испытания комплекса АК. И вновь в самый их разгар произошло чрезвычайное происшествие. Во время ремонтных работ на полигоне случайно перерезали кабель. Бункер управления погрузился во тьму. И вот было принято решение в бункере тем составом, который был в этом бункере, в том числе и ваш покорный слуга, участник, попробовать с помощью спичек и зажигалок все-таки подготовить пуск и провести. Таким образом, с помощью, значит, курильщиков была подготовлена такая процедура и произведен пуск. Установленное время. Кстати, ракета очень хорошо отлетала, попала в заданный район с нужной точностью. И тем самым не сорвался график пусков. В 1983 году комплекс АК с дальностью 400 километров был принят на вооружение. На западе его назвали «Спайдер» — «Паук». После старта ракета совершала маневр, не давая обнаружить место запуска. На высоте 120 километров боеголовка, сделанная из специального радиопоглощающего материала, отделялась от ракеты. При подлете к цели боеголовка летела уже в 7 раз быстрее звука. Перехватить такую ракету было невозможно. Представьте себе, машина, там около 36 тонн, везет головную ракету. Значит, работает в пределах плюс-минус 50 без подогрева. Работает и прицеливается скрыто. То есть роется огромная копта, она заходит, маскируется масксетью. И никакими средствами ее обнаружить по тем временам невозможно было. И за 20 секунд при принятии поднимается, и происходит пуск. Эксперты НАТО подсчитали, что программа противодействия АГЭ обойдется не менее 150 миллиардов долларов, если вообще реализуется. Ее решили уничтожить дипломатическим путем. В декабре 1987 года Горбачев и Рейган подписали договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности. Господин генеральный секретарь, хотя мое произношение может помешать вам ее понять, эта пословица такова. Доверяй, но проверяй. Но значение этого... На каждой встрече вы это болтаряете. Рональд Рейган чувствовал себя победителем. За вывод американских ракет из Европы, которые все равно пришлось бы убрать под давлением мировой общественности, Советский Союз заплатил уничтожением жизненно важных для обороноспособности страны видов вооружений, в том числе комплексов АК. Когда я случайно узнаю, что вот комплекс АК идет под нож, я немедленно выехал к начальнику генерального штаба маршала Хромееву. Дословно он мне сказал так, Владимир Михайлович, 50% вины я могу взять на себя, а 50% я тебе не могу сказать, чья это вина. Но непобедимый не собирался сдаваться. Он поднял на ноги военных, полетбюро, крупных ученых. Глава СССР Горбачев вынужден был уступить напору генерального конструктора. И дал разрешение на создание взамен уничтоженной АК нового ракетного комплекса «Искандер». Я не терял духа. И за это время, поскольку я получил разрешение от Михаила Сергеевича, значит, конец делать второй укороченный вариант на 100 километров, я включился в это и сделал эскизный проект. Эскизный проект очень оригинальный, который отличается и сейчас по своим качествам лучшим в мире. Но завершить работы по «Искандеру» непобедимый не успел. На волне демократизации между генеральным конструктором и коллективом, который он создал, произошел конфликт. Конфликт, что необходимо, все эти выборы начальника и генерального конструктора. Что само по себе, с точки зрения здравого смысла, ну, абсолютная глупость. Сергей Непобедимый не стал терпеть такую ситуацию. И в 1989 году написал заявление об уходе. «Мы потеряли лидера, признанного не только у нас на предприятии, но и в большом количестве смежников. Это не способствовало укреплению авторитета нашего предприятия». Для Сергея Непобедимого наступили сложные времена. В начале 80-х годов Непобедимому выплатили премию в 10 тысяч рублей чеками Внешэкономбанка. Купить на них что-либо можно было только в специальных магазинах «Березка». Оазисе изобилие в стране дефицита. Здесь было все. От машин до дорогой одежды. У перекупщиков чеки шли по цене 1 к 5. В 80-е годы на 10 тысяч чеков можно было без очереди купить «Волгу» в экспортном исполнении и гараж. Непобедимый вспомнил об этом богатстве лишь в начале 90-х годов, когда уходил на пенсию. В магазине «Березка», куда он обратился, ему сообщили, что эти бумажки уже ничего не стоят. В 1997 году умерла жена непобедимого Лора. Когда-то Лора Ивановна отказалась от карьеры певицы. У нее был замечательный голос. Она пела в известном ленинградском джаз-банде. Он не выходил из дома, наверное, где-то неделю. В общем, очень горевал и постоянно, постоянно включал запись. Вот этот огромный был магнитофон, еще катушечный, на котором где-то в середине 80-х записали ее голос. Без сопровождения. Она просто, вот помню, что вот эта песня, которую исполняла Зыкина, вот «Волга» издалека долго течет. Сидеть без дела Сергей непобедимый не мог. Его пригласили работать в московские НИИ, автоматики и гидравлики. Я должен сказать, что большое спасибо, надо сказать, нашим коллегам из московского института, которые, наши смежники, которые взяли его на работу, которые оказали ему поддержку в то время. Мы тоже постепенно установили, восстановили связи с Ирией Павловичем. Мы тоже меру сил, возможности начали, ну, через некоторое время оказывать ему помощь. Сегодня Сергей непобедимый является советником главного конструктора КБМ, хотя продолжает жить в Москве. Он был счастлив увидеть, как встал на крыло задуманный им когда-то комплекс «Искандер». Это гордость нашего предприятия, твердотопливная ракета «Искандер-Э», которая обладает рядом уникальных свойств. Во-первых, она высокоточная, управляется на всей траектории полета, имеет минимальную радиозаметность. В комплексе установлены две ракеты. И теперь на предприятии шутят, что в «Искандере» всё лучшее от уничтоженной «Аги» помножено на два. Поистине непобедимое оружие. 6 декабря 2006 года генеральному конструктору Коломенского КБ машиностроения Сергею Непобедимому был присуждён титул «Человек эпоха». Но он предпочитает не оглядываться назад, а идти вперёд. Несмотря на свои 86 лет, Сергей Непобедимый продолжает работать. Сейчас он занят созданием оружия с искусственным интеллектом. Это небольшой прибор весом около 700 граммов, который устанавливается на ракету. В него закладывается образ цели – танк, самолёт или ракета. Во время полёта ракеты фотонная система отыщет этот образ, даже если он спрятан в укрытии. Сергей Непобедимый уверен, что оружие на подобных принципах в будущем станет основой ударной силы российской армии. А мы уверены, что суть ударной силы России – это люди, подобные Сергею Непобедимому. Редактор субтитров А.Семкин